Всем привет! Это Кира Ярмыш и сейчас я расскажу вам о самых важных новостях к этому часу. Алексея Навального в третий раз посадили в ШИЗО, где у него начались осложнения со спиной. У Путина, кажется, сменился любимчик. Теперь Золотов докладывает ему о положении дела на фронте вместо Шойгу. Чтобы попасть на прием к врачу в Воронеже, нужно принести с собой бумагу. Журналисты Ивана Сафронова хотят посадить на 24 года, а Лукашенко объявил, что наелся президентства. Путин уже пытался убить Алексея Навального, а теперь хочет сделать его инвалидом. Алексея снова отправили в штрафной изолятор, в бетонную камеру 2 на 3 метра. Там у Алексея начались осложнения со спиной. Вы же помните, что полтора года назад Алексею даже пришлось пойти на голодовку, чтобы добиться лечения. Администрация прямо говорит, что сажает Алексея в карцер за то, что он слишком политически активен для заключенного. В первый раз ему дали трое суток, потом пять, теперь семь. Тюремщики не скрывают, что срок будет увеличиваться. Путину мало держать Навального в тюрьме. Он держит его в тюрьме внутри тюрьмы, причем буквально. Цель понятна – заставить Алексея замолчать. Но он молчать не будет. И если вы хотите поддержать его, говорите о том, что с ним происходит, рассказывайте, почему это случилось и распространяйте наши расследования и новости. Путин сегодня провел встречу с главой Росгвардии Виктором Золотовым, на которой тот рассказал ему, как украинцы радуются российским солдатам. Особо хочу подчеркнуть, что мы чувствуем поддержку населения на освобожденных территориях. Они понимают, что мы защищаем их право на минную жизнь и так же счастливее детства их детей. Да уж, украинцы, которые прекрасно жили до прихода российской армии, должно быть просто в восторге, что их освободили от квартир, машин и от нормальной жизни. Однако чушь, которую несет Золотов, можно было бы проигнорировать, если бы не другая странность. Министр обороны Сергей Шойгу буквально пропал. Путин не проводит с ним встреч, не слушает докладов. Совсем недавно мы говорили о том, что он, по всей видимости, отстранил Шойгу от командования. И вот теперь Путин под камерой встречается с главным росгвардейцем Золотовым и выясняет положение дела на фронте. Выглядит это все так, как будто для Шойгу действительно нашлась замена. Стоимость авиаперевозок для россиян выросла в несколько раз. Уже сейчас в России не хватает запчастей, и авиакомпаниям приходится разбирать самолеты для ремонта других судов. Но даже при таком подходе запчастей хватит только до 2025 года. Что будет после этого, никто не знает. О состоянии авиации рассказали важные истории. Я напомню, что авиация одна из первых попала под санкции после начала войны. Европа закрыла небо до российских авиакомпаний, запретила ремонт, страхование, продажу и лизинг самолетов. Тогда Минтранс приказал компаниям украсть иностранные самолеты, не возвращать их из лизинга. Перевозчики оставили себе более 500 воздушных судов на 10 миллиардов долларов. Но летать по всему миру они не могут. Кроме того, их нечем чинить. Все это уже ударило по обычным россиянам. Цены на перелеты за рубеж выросли на 60-100%, а на заграничные туры на 50-70%. Не говоря уже о безопасности, провести замену поврежденных деталей теперь почти невозможно. Собственность самолета в России производить не умеют. Но на самом деле это и не нужно. Ни одно современное устройство, будь это телефон, холодильник или самолет, не производится строго в одной стране. Компании и государство покупают друг у друга материалы, комплектующие, технологии. Сотрудничают и благодаря этому развиваются. А отрезав страну от остального мира, Путин отбросил ее на десятилетия назад. Не обращать внимания на санкции у российских властей все равно не получается. Вот премьер Мишустин заявил, что российской экономике нужна серьезная донастройка для устойчивой деятельности в условиях санкции. Что Мишустин конкретно подразумевает под донастройкой, сложно сказать. Но одно ясно точно. Ни одна финансовая система не может успешно существовать в полной изоляции. На создание сотен тысяч рабочих мест и собственных производств потребуются годы, в течение которых российское население только продолжит падать в еще более глубокую нищету. Так что единственная донастройка, которая нужна российской экономике, это прекращение войны и путинской власти. Из-за войны россиянам не только летать стало сложнее. Самые простые и необходимые вещи, такие как поход к врачу, превратились в настоящий квест. В Воронежской поликлинике пациентов попросили приносить бумагу для принтера. Иначе врачам не начин распечатывать результаты анализов. То же самое происходит в Якутии, Кемерово, Оренбурге. Но вместо того, чтобы обеспечить больнице такой элементарной вещью, как бумага, путинские чиновники отчитывают персонал. Не исключено, что скоро приносить бумагу заставят врачей. Или им придется писать рецепты на старых газетах. Но вы же помните, что белая офисная бумага наносит вред здоровью. Журналиста Ивана Сафронова могут посадить на 24 года по обвинению в госизмене. Такой срок для него запросил сегодня прокурор. И только за то, что он делал обычную журналистскую работу, писал статьи и обсуждал их с коллегами. В деле нет ни одного доказательства преступления. Даже свидетели со стороны обвинения заявили в суде, что Сафронов занимался обычной журналистикой, не нарушал закон и не выведывал гостайн. И чтобы вы еще лучше понимали, как работает российское правосудие, в перерыве заседания прокурор предложил Сафронову сократить срок в два раза, до 12 лет, в обмен на признание вины. Сафронов о сделке отказался. Об этом сообщил его адвокат. Приговор Ивану Сафронову огласят 5 сентября. Уже несколько недель Европа обсуждает, запретить ли визы всем россиянам. Сегодня по этому поводу в Праге начинается встреча глав МИД стран Евросоюза. К единому мнению, члены ЕС пока прийти не могут, но некоторые решительно настроенные страны заявили, что введут ограничения сами. Вообще, Кодекс Евросоюза не предусматривает общий запрет на выдачу виз гражданам какой-либо страны. Но последствия у такого обсуждения точно будут, и россиянам станет сложнее выехать в Европу. Я уже несколько раз в новостях говорила про реальные последствия такого решения. Запрет выдачи виз не поможет остановить войну. Зато он на руку Путину и его пропагандистам. Помогает им создать из Запада врага в глазах россиян. Вот и подтверждение этому комментарий Дмитрия Медведева. Он призвал европейских чиновников поскорее ввести запрет и назвал обсуждение этого вопроса русофобским кудахтанем. На самом деле у россиян просто нет денег на заграничные поездки, тем более сейчас. А наворовавшие миллиарды путинские приспешники все равно найдут способ отдыхать на роскошных курортах. Поэтому санкции должны бить в первую очередь по Путину и его окружению, по людям, которые реально ответственны за разжигание войны и военные преступления. Разбавлю этот новостной выпуск внезапным юмористическим роликом. Посмотрите. Меня обвиняют, что вот я боюсь там народа, хочу держаться за кресло, народа боюсь, вот соберу своих и они меня изберут снова президентом. Никогда не было у меня такой цели, нет и никогда не будет. Я уже наелся президентства, вот так. Неглавная у меня задача сохранить там власть, как они говорят, совсем такой нет проблем. Человек находится у власти 28 лет и утверждает, что нисколечко не держится за кресло. А то, как он не боится белорусского народа, весь мир наблюдал в 2020 году. Но главное, Лукашенко сетует, что не заменил в свое время прямые выборы президента выборами в парламенте. Мол, простые граждане в политике не смыслят и куда лучше было бы, чтобы президента выбирали профессионалы. Уверена, что и другу Лукашенко Путину такая идея тоже бы понравилась. А то каждый год приходится стараться и что-то изобретать. Сажать неугодных оппонентов, разгонять митинги или придумывать электронное голосование. Российские школьников будут учить, как украинцы с цветами встречали российских солдат. Глава «Единой России» Андрей Турчак заявил сегодня, что в новом учебнике истории появятся главы о специальной военной операции. А сам учебник станет правильным. Интересно, будут ли там главы о том, как Путин лично возглавляет войско и под овацией горцует на белом коне? Ведь она такая же правдивая, как и все прочие. А еще детей будут агитировать записываться на войну. Взрослых Кремлю мало. Депутаты в Крыму рассмотрят закон о пропаганде службы по контракту среди школьников. Законопроект о патриотическом воспитании придумал прокурор республики. Его уже поддержали и «Единая Россия» и КПРФ. Звать на войну школьников – это безумие, но крымских – это, конечно, особенная степень цинизма. Это были основные новости к этому часу. Поставьте лайк этому ролику и поделитесь им. Это поможет донести информацию до большего числа людей. А завтра днем не пропустите свежий выпуск военных новостей с Яном Матвеевым. А я прощаюсь с вами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!